Русский журналист, историк и публицист 19 века Михаил Погодин назвал наш язык драгоценнейшим сокровищем народа, первым средством его развития и залогом всех духовных успехов, а также главным правом на славу в потомстве. Сохранение защиты и развитие русского языка стало главной темой пленарного заседания, которое недавно прошло в Совете Федерации России. В парламентских слушаниях участвовали сенаторы, ректоры ведущих вузов России, страны СНГ, учителя, эксперты, в том числе представители науки и образования из Верхней Волжии. Все подробности прямо сейчас. Русский язык имеет всемирное значение, так как на нем написаны великие литературные произведения, сделаны выдающиеся научные открытия, и первое слово, прозвучавшее в космосе, также было русским. В этой связи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула обязанность государства и общества хранить русский язык и прилагать все усилия, чтобы он звучал на весь мир. Не случайно на русский язык именно сейчас идет такая целенаправленная атака со стороны наших недругов. Безусловно, обязанность государства, общества, каждого из нас, хранить русский язык, прилагать все усилия, чтобы он звучал на весь мир громко, свободно, с достоинством. И сегодня в ходе парламентских слушаний мы постараемся обсудить, что еще нужно сделать, чтобы обеспечить выполнение, я бы сказал, такой стратегической задачи. Особое внимание спикер Совета Федерации обратила на нехватку педагогов по русскому языку и литературе. Как в крупных городах, так и на селе. Учителя русского языка и литературы — это наша педагогическая элита, без которой ни качественное школьное образование, ни полноценное воспитание невозможны. И подготовке таких педагогов нужно уделять очень серьезное государственное внимание. Начальник управления образования администрации Твери стала одним из спикеров на заседании. Наталья Жуковская рассказала о проблемах обучения детей мигрантов русскому языку. Она обратила особое внимание на подготовку учителей, способных понимать языковой материал с позиции человека, не говорящего на русском языке. Это очень серьезная проблема, которая нашла продолжение впоследствии. И мы с вами знаем, что совсем недавно Татьяна Маскалькова доложила президенту Российской Федерации о ситуации, которая происходит именно в вопросе изучения русского языка детьми мигрантов. Владимир Владимирович Путин, наш президент, отметил, что эту проблему замалчивать нельзя. Ни в коем случае я не сомневаюсь, что будут приняты серьезные решения, которые помогут исправить данную ситуацию. Слушания вызвали огромный интерес, потому что каждый из нас понимает, что русский язык сегодня – это вопрос национальной безопасности. С основным докладом выступил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он сообщил о подготовке учебников, наполнении школьной программы и о проведении государственной итоговой аттестации по уровням основного общего и среднего общего образования. По его словам, сейчас на изучение творчества Александра Пушкина отводится до 15% учебного времени в каждом классе на уровне основного общего образования. Предложение Натальи Жуковской заинтересовала министра просвещения России Сергея Кравцова. Также делегацию о Тверской области представляла заведующая кафедры русского языка Тверского госуниверситета. Мы прекрасно осознаем, что человек, который начинает получать образование в нашей стране, учит русский язык, он проникается теми ценностями, которые разделяют люди, говорящие на русском языке. То есть то, что сегодня называется в дипломатии мягкая сила, это влияние русского языка на то, что происходит за границами нашей страны. А внутри страны это внимание к правильному, к правильной, достойной речи. Вербицкая говорила так. Время говорить по-русски правильно. И мы все это ощущаем. Не только время говорить по-русски, но еще и правильно. Говоря о русском языке, собравшиеся подчеркнули важность речевой культуры, напомнив, что язык на протяжении веков вбирал в себя элементы языков самых разных народов. Поэтому тысячи некогда заимствованных слов уже стали частью языка. Валентина Матвиенко предложила в работе органов публичной власти внимательнее следить и за речью, и за содержанием документов.